Приветствуем зрителей канала Айдигов! Всем привет! Сегодня мы вновь на нашей кухне собрались, чтобы приготовить еще один вкусный рецепт. Что будем готовить? Будем готовить замечательную запеканку. Для этого нам понадобится брокколи, стручковая фасоль, капуста цветная, яйца, сыр чеддер, масло сливочное, маслины, вяленые томаты, рыба, любая в нашем случае это тилапия, мука, пшеничное, молоко и универсальная приправа для любых блюд. В нашем случае это были для рыбных блюд. Для того, чтобы это все подготовить, нам необходимо подготовить основу, это рыба, овощи, вяленые томаты, ну и будет у нас соус какой? Башамель. Для соуса нам понадобится 50 грамм сливочного масла, столовая ложка муки и молоко и, конечно же, мускатный орех. Мы растопим в садейнике масло, добавим туда муку, перемешаем и тонкой струйкой вольем молоко, загустим и немного остудим. Сереж, вот ты знаешь, как готовятся вяленые помидоры? Нет. Их сушат на солнце или в сушилке. Помидоры режут на две части, вычищают оттуда мякоть, сушат, а потом консервируют в масле. Вот и весь процесс. А сколько они хранятся? Они хранятся очень долго. Масло-консервант. Все, Сереж, у меня готов соус. А когда ты яйца будешь складывать? Какие яйца? Какие вот эти? Соус башемель вообще-то без яиц делается. А зачем мы его готовили? Петя, да, я думала, тебе надо. Уважаемые зрители, мы тут немножко, ну как мы, я. Я, Коля, видимо, яйца подкрутить. Это как говорится по-русски. Поэтому яйца в данной рецепте не нужны. То есть достаточно соуса башемель. Оля, ну ты же забыл о тимьян. Ну, давай. Мы сложили форму заранее смазанную и повторим. Рыбу, брокколи, капусту цветную, маслины, вяленые помидоры. Или можно просто помидор в черри добавить вместо вяленых. Вяленые помидоры у нас идут еще с сыром, моцарелла, чтобы добавить вкуса. Посолили, конечно же, морской солью, потому что соус у нас не соленый, сыр не соленый. Для того, чтобы было вкусно. Ну и мы сейчас заливаем это все дело соусом, который, Оля, очень приготовил. Ой, какой вкусный. Сейчас мы добавляем сыра. Ой, желтенький, красиво. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Мы отправляем их тут на 20. Но будем следить, чтобы она, конечно же, не засохла. Обязательно смотрите, чтобы не подсушилось это все дело. Мы приготовили нашу запеканку. Она жарилась, запеклась. Аромат просто потрясающий. Просто мы еще добавили немножко бузелика, чтобы добавить пикантности блюду. Ждем, пока 10 минут она остынет. Ну и будем, конечно же, разрезать на порции. И мы обещаем, будет вкусно!